Чрезвычайное положение в Молдове могут продлить еще на 60 дней. Соответствующий проект постановления по рекомендации комиссии по ЧАЭС одобрило правительство. В качестве довода в целесообразности такой меры, министр внутренних дел Анна Ревенко привела пограничную войну и энергокризис в стране. Премьер Дори Ричан обратится к парламенту с просьбой поддержать это решение правительства. В дополнение к внешним есть еще и внутренние риски, проявляющиеся через различные манифестации. И интенсификация гибридной войны под видом попыток дестабилизации, манипуляции информационного пространства и блокирования судебной системы. В главе юстиции ранее учрежденные механизмы решениями комиссии по чрезвычайным ситуациям для смягчения рисков в области правосудия еще необходимы до окончательного принятия нормативной базы, которая на данный момент находится на стадии разработки. Также сохраняется острая необходимость обеспечения безопасности Республики Молдова сквозь призму, предотвращение незаконного финансирования подрывных мер, направленных против государства. Война России против Украины напрямую затрагивает нас, и правительству нужны инструменты для оперативного вмешательства, будь то обеспечения мира и стабильности, или обеспечения непрерывного оказания услуг критической важной инфраструктуры. Энергетическая сфера все еще очень уязвима, плюс, что касается обеспечения общественного порядка, видимо, эти провокации, которые все еще не сдержаны, и они явно косвенно связаны с тем, что должно произойти в системе правосудия. Проект был одобрен большинством голосов министров, при этом один член правительства воздержался. В этих условиях парламент поставит вопрос на голосование не позднее следующей недели. В случае продления чрезвычайного положения местные выборы в ГГУской автономии, запланированные на 30 апреля, смогут пройти. И это в условиях, когда согласно закону избирательные процессы не могут быть организованы во время чрезвычайного положения. Парламент проголосовал за введение ЧП в стране в начале войны в соседней стране, и с тех пор его неоднократно продлевали. Парламент проголосовал за введение ЧП в стране.